Дорогие друзья, добрый день. Нас давно не было в эфире. Мы возвращаемся к вам хорошими новостями о наших новинках. Сегодня у нас в гостях будет просто тренер с международной известностью Леонардо, это Ольга Ли. Мы ждем ее сейчас в гости, она к нам должна подключиться. Пока что вы можете задавать свои вопросы о нашем аппарате Леонардо, которые у вас наверняка накопились, потому что мы очень долго не выходили в эфир, но будем это истролять, конечно. Так, я приняла запрос. Да, Ольга, вижу вас, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Слышно меня? Да, все в порядке? Да, слышно, видно, очень рада вас видеть. Начнем сразу, у нас будет запись. Да, Кристина, очень приятно. Да, вас зовут. Очень приятно. И я говорю, мы не будем никого ждать, мы начнем эфир, люди подтянутся, и максимум у нас есть... Ой, Анжелочка Ведов, здравствуй, моя дорогая. Люди подтянутся. Я покажу, я отключу. Не, не надо отключать, ты... А, ну, если так удобнее, да. Да, я думаю, что будет связь. Просто мне бы было хорошо, если бы ты мне помогала, да, потому что если будут люди что-то писать, ты мне прямо озвучиваешь, чтобы я не читала, а говорила по делу, да, не отвлекалась на всякие эти вот... То, что вот просто мои любимые люди заходят. Да. Да, я буду на связи, просто я боюсь, что качество будет плохое, потому что с Израилем все-таки говорим. Даже сейчас. Вот сейчас хорошая картинка, до этого была не очень. Ну, давайте... Ну, не важно. Будем смотреть по ситуациям. Хорошо. Значит, чего мы здесь сегодня собрались, да, мы договорились поговорить о компании «Леонардо», о том, что мы представляем, какая у нас линейка, да, и как бы новости. Для некоторых это новости, для некоторых это вообще впервые, потому что, может быть, не знают. Задача была такая – познакомить с компанией две минутки, да, и познакомить с аппаратами. Будут картинки, да, есть, стоит прародитель рядом со мной. Не получается, совместно, да. Картинки не получаются, совместно, когда один можешь, да. А, окей. А, если я одна, я тогда могу, да, ну, ты меня научишь, я тогда в следующий раз, может быть, сделаю. Значит так, мы представляем компанию «Леонардо» с тобой, да. Компания эта существует с 2008 года. Компания занимается продажей аппаратной косметологии, то есть это аппараты на основе лазера, IPL и еще новая технология, которая называется «ЛТ», это патент компании «Леонардо». Ни у одного аппарата, ни у одной фирмы нет такой технологии. Это запатентованная, да. И плюс косметика, косметика, которая сопровождает аппараты. Это косметика не только уходовая, это косметика, по которой мы еще и работаем. Сейчас была выставка «Иншан», насколько я знаю, выставлялись три аппарата. Мы хотели про них, наверное, поговорить. Я вообще понимаю наш эфир. Да. Да, все верно. Окей. Значит, как мне это теперь тогда сделать? Потому что я думала, что будут картинки. Ну, окей. Аппарат... Вот. Видно его, правильно? Или то, что я вижу, то все видят? Да, да. Окей. Значит, аппараты компании «Леонардо». Это нам повезло. Я нахожусь как раз в своем кабинете. Я буду медленно двигаться, чтобы не терять связь. В своем кабинете, в котором я презентую наши аппараты. Так вот, аппарат «Мастер-класс». Аппарат «Перпэлайт». И, естественно, аппарат «Лео», да, который уже заявлен в России. Уже несколько лет продается. Несколько лет косметологи-врачи на нем работают. Что делают аппараты компании «Леонардо»? Это все аппараты-трансформеры. Аппараты «Тоиск», которые обязательно делают удаление волос. Потому что, в принципе, на это было заточено. Да, технология IPL-лайзера, технология ЛТ. Но обязательно еще делаем процедуры по лицу. Начну с удаления волос. По удалению волос. Чем мы такие уникальные, да? Все-таки можно сказать, ну, ЛТ. Что такое ЛТ? ЛТ – это световая технология. ЛТ – это технология, которая построена на основе IPL. Светового луча, широкополосника. Но что такое ЛТ? Это аббревиатура АЛТ, да? Аккумуляция. Аккумуляция светового луча. То есть в одну секунду времени мы работаем на каком-то количестве герц. Что можем себе позволить? Наши аппараты работают от 5 до 7 герц в одну секунду времени, да? Простым языком. То есть или 5 пульсов в секунду, или 7 пульсов в секунду. Тут же вы можете нас сравнить с ССР и сказать, ну, хорошо, ССР тоже мелкими пульсами работает. Нет, мы работаем каждый пульс самостоятельный, сжатый в секунду времени. То есть у нас каждый пульс имеет 22, ну, говорю как, между 20 до 22 герц этими джоулями. И так у нас получается с вами в районе 20-22 джоуля один пульс, а в одну секунду выходит от 5 до 7. Это в соответствии с аппаратом. Аппараты работают на удаление волос. Какие главные качества? Быстро. Всё тело. А всё тело мы сразу договоримся, да? Это что у нас? Руки, ноги. Например, у женщины, да? Это руки, ноги, полностью бикини. И чего? И подмышки. Всё это занимает от 18 до 11 минут, или с 11 до 18, как вам удобно. Это какая ручка в зависимости. Теперь мы проходим, работаем глайдингом, мы плывём, мы работаем по определённому гелю, глайдеру. Не могу его показать, покажу в конце. На нём стоит мой сейчас телефон, чтобы он не упал. Так я его поставила, потому что он падал. Теперь, наши ручки, когда мы в аппаратах, да, когда мы продаём удаление волос, когда мы презентуем удаление волос, мы говорим три слова. Что это быстро, это безболезненно и это без ожогов. Это не рекламные ролики. На всё есть ответ. Почему быстро? Быстро, потому что мы работаем на 5-7 Гц. Я уже сказала, что это в одну секунду выходит или 5, или 7 импульсов. То есть мы делаем тело 11-18 минут, ну, как бы я считаю, да, что это быстро. Если, например, на любом другом аппарате, даже самая на сегодняшний момент быстрая эпиляция, она занимает в районе 40 минут, это я уже так фантазирую, обычно час, то с нашей эпиляцией вы принимаете за этот час как минимум 3-4 человека. Это первое. Второе, почему я сказала безболезненно, потому что эта энергия, она аккумулированная, да, я на выходе даю очень большую энергию, но начиная с 22 джоулей, и поэтому моей клиентке не больно, но это ещё не всё. У нас 3D система охлаждения, минус 18 градусов. Манипула аппарата, она постоянно холодная во время всей процедуры, с начала и до конца, то есть моя клиентка не может чувствовать боли по факту, да, мы замораживаем эпидермис, верхний слой кожи. Теперь, и последнее, я обещала, что будет без ожогов. Ну, вот то, что я сказала первое и последнее, да, это то, что без ожогов. Поэтому это как бы... Ты хочешь что-то сказать, Кристина? Нет, нет, я просто... Нет, поэтому, если я что-то забываю или что-то нужно, чтобы я сказала, ты меня поправляй, нет проблем. Поэтому эти аппараты по удалению волос, если мы разговариваем, они очень дружественные, да, и плюс ещё смарт-аппараты. Не звоните, сори. Слышно меня, да? Я отключилась. Да, слышно. Да. Пошли дальше. Каждый аппарат компании работает обязательно на процедуры по лицу. Естественно, если есть врач, если есть косметолог, который говорит, мне лицо неинтересно, можно играться, это трансформеры, можно оставить только удаление волос. Но если есть косметолог, врач, который говорит, я хочу ещё и лицо, да, что мы делаем? Мы работаем по куперозу, мы работаем по пигментации, мы работаем на тургур кожи, мы делаем шлифовку лица нашими аппаратами, мы занимаемся, ну, тургур я уже сказала, да, и полностью обновление, регенерация кожи. Это то, что мы делаем. Какой тоже один из плюсов? Один из плюсов того, что, например, тут я уже позволю себе показывать, да, мы манипулы, да, есть несколько манипул. Эти манипулы мы всегда получаем с аппаратом. Для чего? Почему несколько? Для удобства, чтобы стекло манипулы у нас разные. У нас есть семь с половиной, у нас есть три с половиной. Сколько это значит? Это именно стёкла, да, посмотрите, вот они имеются. У нас есть труска, которая одна точка два, она прям как лазерная, такая очень маленькая, она специально для купероза. Меня слышно? Да, слышно, хорошо. Мне просто тут три звонят постоянно, я проверяю, я не теряю связь. Это ещё ручка, которая совсем маленькая, она на купероз и на лифтинг вокруг глаз. Но у каждой такой ручки есть, грубо говоря, мозги, да, катриджи. И я вынимаю вот так вот каждый раз катридж. Подождите, чтобы я его выняла правильно. Вот каждый раз катридж с каким-то параметром, то есть, сейчас, секунду, с какими-то нанометрами, я делаю определённую процедуру. Как бы я выбираю. С аппаратом обязательно идёт сет таких катриджей, которые вставляют, на самом деле, вот так вот очень легко. Дальше. Сам аппарат, он смарт. В каком плане он смарт? Я работаю в компании уже 9 лет. Вот в следующем сентябре будет 10. Мы как раз на эту тему разговаривали, поэтому знаю точно. И начинала я с простых IPL. 5 лет я была главным тренером компании, потом я перешла уже быть вот директором по продажам Восточной Европы и по развитию. И начиная с простых IPL, какие у меня были проблемы. Косметолог забыла поставить фильтр. И спалила клиентку. Да, что у меня ещё... Да, это бывает очень часто. Я, кстати, сама спалила своего мужа. Когда-то давно. Вот. Я знаю, что эти картриджи неправильно вставляют, и полностью картридж сгорает. Правильно. Что ещё? У косметолога может закончиться импульсы в ручке. Но она не потому, что она не так хочет. Она просто забыла. Да, много работы она не посмотрела и проработала пустой ручкой. У косметолога что-то там с аппаратом случилось. Ну, аппарат что-то там делает какие-то. Тык, тык, тык. Ну, и мы работаем. Люди стоят в очереди. Эти аппараты, они смарт. Первое. Когда начинают только заканчиваться пульсы, есть какой-то определённый у каждой ручки отдельный. Это уже с нашими менеджерами, да, отдельное количество импульсов. Но когда заканчивается количество импульсов, аппарат обязательно перед этим предупреждает. Если косметолог фильтр поставила, если не тот, пока ещё молчит. Ещё не поумел до такой степени. Но пока он предупреждает, если поставила неправильно, если не поставил, он будет орать. Он будет ругаться с вами и обязательно вас про это предупреждает, что это прям супер. Это мы можем в графу нашу того, что мы не делаем ожогов, да, мы не делаем больно нашим клиентам. Теперь, что ещё? Да, мы работаем по куперозу. На данный момент уже в новых... ... ... Ты не знаешь, сколько времени мы говорим? А, мы 15 минут. А, окей. Что ещё я хотела на 5 минут ещё рассказать? Да, смотрите. Аппараты обновляются, да, обновляются их возможности. И на данный момент вот последний аппарат, который вышел и называется он Purple Light, это аппарат, который мы добавили в него две опции. Вот именно опцию по куперозу, такую, что ничего не нужно зарисовать, и это с двух пульсов убирается конкретно какой-нибудь спайдер, да, на лице, на лице, на груди, на... И плюс ещё сиреневая, вот она такая сиреневая, поэтому Purple Light называется, да, ручка, которую мы научились поднимать, грубо говоря, как кожу на животе, на руках, да, вот эта кожа, которая опустилась, которая... Да, у нас большие шары как раз подходили и спрашивали постоянно, почему у вас такого необычного цвета ручка. Мы с гордостью заявляли, что это наша новинка. Ну, потому что это наша болезнь, боль всех женщин, да, потому что мы... Вот я, например, я во время короны поправилась на 10 или на 11, по-моему, килограмм, и я так хорошо выглядела одно время, мне казалось, это такая пампушечка, и такая классная, пока не вернулась на работу, да, не вылезла с пижамы, не вернулась на работу, не смогла влезть ни в одни штаны, и я давай в спортзал, и давай работать, да, и что, у меня моментально вся моя морда обвисла, я вот сейчас ей занимаюсь, вот вон она мне устраивает, привет им. Вот, потому что говорит, что так быстро худеть нельзя. И то же самое с животом, то же самое со всеми, это, тут красивенько оделать, никто ничего не видит, но дома ты тебя видишь, любимую, поэтому вот живот, вот все вот это вот, я думаю, что если бы я не делала эти процедуры, я бы к вам вышла как минимум вот так в маске, сказав, что вы знаете, я доктор, я без маски не разговариваю, почему? Потому что не хотела бы, чтобы вы видели этот ужас, вот, живот, слава богу, мне вам показывать не надо, уже спасибо, но мы работаем на данный момент, и вот это, вы знаете, я выступала, сейчас три дня, я была приглашена на семинар косметологов, и выступала, представляла наши аппараты, вот только вчера вернула, и там была девушка, которая рассказывала про йогу, про йогу, про пилатис, безумно интересные вещи, я очень все это люблю, очень всем этим занимаюсь, и вот она говорила, что как важно, когда женщина, человек, не важно, женщина, мужчина, да, когда хочет начать собой заниматься, что бы она ни делала, ей все-таки нужно идти вот в эти вот культуры, в эту йогу, в эту пилатис, и тогда ты начинаешь быть такая эластичная, да, и от тела, это идет в голову, и ты головой начинаешь думать, что вот я бы это еще хотела, ты начинаешь быть головой эластичная, эластичная, да, и то же самое с нашей компанией происходит, так как у нас, мы тут все, мне кажется, уже весь мир сейчас увернутый, да, на всяких пилатисах, йогах, там, стоим так, стоим так, стоим по-всякому, то, что мы делаем, мы плывем, как бы, согласно косметологам, мы наши аппараты делаем, от того, какой мы получили запрос у косметолога, очень модно, да, сейчас такое предложение, а какой у вас запрос? Да, и вы тоже, да, это такая сейчас очень модная история, вот мы работаем по вашему запросу, у нас был запрос одно время на пигментацию, пока я поняла, как я ее делаю, какие протоколы мы пропишем, как мы будем, это понятно, я спалила кучу народу, бедных, несчастных, моих любимых клиентов, но на данный момент мы это делаем с первой процедуры, и вторая процедура, она как знак вопроса, иногда да, иногда нет, потом, конечно, мы же мы следим за клиенткой, чтобы сейчас никто не начал, ой, ну, конечно, она там с первой процедуры, а потом все возвращается в два раза больше, нет, 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 у нас потом идет уход, потом мы следим за нашей клиенткой, у нас потом есть прописанный комплекс, все хорошо, но до этого, что мы делаем, вот, смотрите, у нас есть такой красивый менеджер, зовут Пошуки, пришел сказать шалом, ой, сколько кого церковь, туда раба, туда, туда, мы, где я была, где я была, где я была, я была, так вот, так вот, а потом, вот как раз туда зашел, я посмотрела, и мезоэстетик, это наши партнеры в Польше, честь, вот, и там девочки-косметологи очень просили, чтобы был купероз, очень много таких, как я, грубо говоря, бледнолицик, и вот мы очень быстро получаем купероз, мы получаем вот эту всю историю, и поэтому делать ручки, вот эти на купероз, а со временем, в шуте, они оторгались в горе, а им шилята, а потом, после этого всего, мы, когда начались вот эти разговоры, что, а вот смотрите, а что по телу, а как мы работаем с телом, а как мы работаем именно вот с этим, когда идет фиброз, когда вот идет это опускание, и тогда, вот эта ручка пепла, то есть, согласно запросу наших косметологов, согласно запросу наших клиентов. Я еще расскажу о том, что есть у нас сейчас линейка этих аппаратов, к ней есть у нас, конечно, еще косметика, про которую мы поговорим в следующем уже нашем эфире, да, я чуть-чуть подготовлюсь, и все наши аппараты, да, сейчас стоят, где, как этот зал называется, где показывают, в демонстрационном зале, в компании Лантана, гроб, да, где можно увидеть, где можно встретиться с менеджером, и где можно поговорить, потому что сегодня меня, да, потому что сегодня меня про это спрашивали, сейчас, Кристина, скажи, где вы конкретно находитесь? Это город Москва, улица Архитектора Власова, тут наш обучающий центр, тут наш офис, здесь все можно посмотреть. Ну вот, welcome. Да, посмотрите, у нас... Я рассказала все, и я еще... Да, есть мой профиль, вы можете мне писать, я вам отвечу на все. По запросу скажите, какие у вас есть вопросы, мы сделаем следующий эфир. Да, обязательно оставьте нам обратную связь, чтобы вы посмотрели, что вам было интересно, что будет интересно. Мы подготовимся и сделаем еще эфиры. Что ж, Олег, спасибо вам большое, что пришли к нам на прямой эфир. Очень рада была с вами познакомиться, увидеться и поговорить. Мне тоже очень приятно. Все. Все. Привет, Африонарда. Да? Привет и пока-пока всем. До следующего эфира. Выведи меня отсюда, потому что я не знаю как. Сейчас. Африонарда. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...